все берем наши вещи едем прошли мы через проверку людей немного кстати летим мы думаю догадались куда потому как мы покупали маску и не все страны открыты летим мы в египет шарм-эль-шейх какой отель скажем позже мы самые первые сейчас одену я быстро тут никого вокруг нет хоть нормально с вами поговорю нас турфирма предупредила чтобы мы заранее тут приехали потому что идет проверка много типа народу на самом деле все очень быстро прошли проверку очень быстро доехали вообще получается за полчаса что еще хочу сказать хотели лечь поспать это у нас не получилось настя заснула слава богу мы с Олей ворочались ворочались до тех пор пока будильник не зазвонит и уже вставать особо не поспали может в самолете поспит настяшу посадим колясочку да но я заказала уклон с автокреслом конечно да вот это мне тоже не понравилось но мне нравится что-то летать мало без народу позади регистрация очень быстро все у нас еще куча времени до вылета поэтому вон duty free и вперед окей туда пойдем с удовольствием зайду в duty free что-то себе купим мы с собой кстати в египет взяли несколько бутылочек вина чтобы совсем не заскучать поэтому еще здесь посмотрим что тут есть и будем и будем искать свой гейт Офурга да улетает D5 а мы еще не улетаем смотрите правильно сделали где можно съездить где нельзя перевязали ленточкой где нельзя сидеть чтобы соблюдать дистанцию полтора метра вообще очень классно людей нету пусто из-за того что ночной рейс и ты получается один и это классно я обожаю так путешествовать это мало народу даже маску можно снять на время потому что в окружении тут не то что на полтора метра вообще на десять метров ник никого не по моим шагам ну да мы сдали тесты результаты отрицательные у нас кстати спросили тесты когда там регистрировалась такая вот с собой миниатюру это у нас по виске а это маме Оля просила у нас перекус кушаем роличка сделала целых хлеб на троих и уже половины нету да и у меня что же еще с хамоном и сыром и уже нету очень хорошие крутые сухарики еще короче нюанс когда будете лететь знаете если у вас больше 20 килограмм придется доплатить за каждый килограмм по 5 евро у нас перевес долларов нам было лень перепаковать заплатили они посчитали по курсу в своем коммерческом можно было перепаковать конечно но у меня был чемодан замотан волей был замотан это еще потратили бы так просто знаете уже в курсе дела малыш сама залезла застегивается прикольно лететь втроем прикольно лететь на самом деле да это самолет а помнишь что это это столик смотри оп очень любила когда было годиком меньше вот это вот делать что он не летит кто не летит самолет не видит почему долго держится долго держится куда мы летим на море ты очень рада что мы летим будешь купаться а еще что будешь делать баловаться баловаться а плаваться ухты ну и ну и ну и и это вот такое машинке мы и летели Мы вступаем на землю египетскую. Да, кто там? Большой самолет. Прилетели. Прилетели. Кто там? Самолет. Они такой сомновенный. Шалаш. Да, в Доминикане был, конечно, аэропорт еще тот. Какое впечатление? Сегодня первый самолет. Красиво, отчего. Нормально. А как ты себе представлял? Ожидания и реальность? Ну, не так. Хуже или лучше? Хуже намного думал. Ты думаешь, где совсем забитую деревню? Ну да, какой-то египет. Вон у нас. Вон как-то так, чувак. По нами стоит, поливает. Нормально. Ну так надо же поддерживать зелень. Вот я что-то такое и представлял. Все такое бурое. Все такое красное. Ну давай, когда сюда приезжай, я постоянно так заполняю. Ну да, мы уже заполнили. Маленькие, маленькие. А, маленькие. Ну мы и маленькие заполнили. И вот эти декларации мы уже отдаем сейчас ему. И следуем дальше. Куча заполнений, конечно, документов. И вот тут нас ожидает вторая сцена. Что не говори, а туалеты у них страшненькие, конечно. Вот такой. Наш встречает Джеки Чан. Похож. Тут еще паспортный контроль. То был просто. Сцена с турфирами. Смотрите, тут для детишек вот такое вот. Идем, Настюш, бегом. Надо отыскать наши чемоданы и коляску. Все, как это долго, капец. Пока мы все прошли, рак на горе свистнет. Я так подозреваю, это мой кот. Хе-хе. Да. Сейчас пойдем Олену скачку. Коляску нашли. Еще один чемодан. Олен кот. Вон он, штамп. Фух. Все. На самом деле, все серьезно. Отпечатки пальцев сидят. А здесь можно приобрести симку. Вон. Вон. Очередь. Именно возле Оранжа. Остальные не особо. И маска тут за 14 можно купить. И даже по 10. Мы уже купили. 267? Ты уже говорила 8. Я не помню, надо посмотреть. С Мерседесик нас встречает. Номер 268. Мы ждем. Знаете, многие стоят в очереди за сим-картами. А гиды подгоняют. Ой, ваш автобус уедет без вас. Все вас ждут. Ты заходишь в автобус, а тут никого нету. Только мы. Специально они делают. Это история, что была в прошлый раз. Понятно, что они не хотят ждать. Да. Вот. Но потом в отелях их купишь. А в магазинах сувенирных они продают нелегально и дороже. А, да. Гиды говорят, там в отеле вы все купите. А нифига. Ничего не купить нельзя в отелях. Прошу, пожалуйста, сверите или переведите ваши часы. Это очень важно. Одиннадцать и двадцать пять минут. У вас одинаково надо. Прибыли. Джастанар Арзор. Надо будет проходить через рамки. И сделать другие интересные вещи. Давай, Настя. Управи. На коврику. Давай, заходи на коврику. Температура. Проходи. Вот так это все выглядит солидно. Уже очень. Настя уже хочет кушать. Она реально топчет, топчет. Да, интересно. Сейчас будем устраиваться. Что это? Кружочек? Да. Все, нас отметили. Теперь мы связаны одной ничью. Да, какие-то браслеты интересные. Пластика нет. Экологические тканевые материалы. Нам дали заполнить бумажку у нас. Плюс. И только потом, типа, заселение. Плюс, через пять минут уже откроют ресторан. Можно будет покушать. Отличная камера хранения. Камера хранения супер. Смотрите. Ну, тут же выход. Ну, тут ребята караулят. Пожарите поставить. А я с собой возьму. Идем, Настя. Идем. Настя нашла круг. Тут, кстати, уже вон, магазинчик. Часы. Сегодня даже вон, деньги все мирные. Узнаете? Гривны. И прочее. Это полприятый, прикольный. Интернет-рум. Что-то пищит. В интернет-руме. Ничего нету. Написано в интернет-рум. Типа, здесь можно поработать? Или что? Не понимаю. О, здесь программа. Программа передач на завтрак. Завтрак. С 7 до 10. Эльмадина. Обед с 12.30 до 14.30. И свинек меню. Оперейти в прием. Фантазия Баб. Ижин. С 6.30 до 9.00. Дискотека есть. Вечернее шоу. И снова дискотека. Здесь, кстати, мини-маркеты. Тоже можно купить маску. И другие свинины и вещи. А вот в ресторан, типа, второй этаж. Живая очередь. Отобедаем их два часа у нас заселение. Идем кушать. Высоко. Потому что нужно зарядку сделать. Правильно. Так он выглядит. Там солнце будет, да. Давай где-нибудь. В округном месте. Ну давай. Да, вот там можно устроиться. Сразу включим народу. За стеклом все, как вы видите. Занят. Здесь. Настимся. И пойдем посмотрим, что дают на обед. Сейчас Оля для Настюши что-нибудь выберет и будем кушать. Все очень любезно и видят Настюши. Постоянно говорят ей привет. Настя улыбается, да? Как ты улыбаешься? Нравится внимание? Конечно. Ну а в принципе достаточно мило тут. Уютно. Стульки хорошие. Детский стульчик есть. Там напитки уже разливают. И видим за стеклом. И повара тебе сами насыпают еду. Чего? Мне придется по 10 раз в очередь стоять. Да. Несколько раз в очередь. Чтобы пока одному там что-то дадут. Давайте я вам покажу, что очень быстро дают. Вот эти салатики. Здесь у нас баклажаны. Что-то еще. Трепки. Салаты, оливки, супы и рис. Здесь у нас макароны. А там у нас какие-то мяса. Там жарилась баранина. Здесь курица с луком. Курица будет интересно. Это же какая-то курица. И сюда нужно идти. В самую последнюю очередь. Красота, конечно. Здесь у нас тоже шедевральное творение. Вот это. Здесь тоже. И здесь фрукты. Круга. И там что-то еще наливают. И вот такой обед у нас получился. У тебя курица? Ну да. Картошка-фри? Я попробую. Чуть-чуть, да. Сто лет не ела. Вау. Так себе. Ну, видела какие там десерты? Офигенные. Да, но я до них еще как-то. И фрукты дальше. Можно будет взять фрукты. А, ты их чуть-чуть взяла. Они же не понимают, что проблема в чем? Когда ты с ребенком, ребенка оставляешь, идешь и убирается. Они же не понимают, что ты только на двоих берешь, допустим. Ты положили две персинки? Я говорю, все. Положу. Один крупный. Я говорю, еще. Ну да. Постоянно приходится, знаешь, чувствуешься какой-то обжора. И потом все улетает. Но для отеля это будет выгодно. Хорошая экономия на самом деле. Если раньше наши нагребали и кучу не доедали, то здесь тебе так раз с черпачком раз. Дозированный. И я уверен, что это еще и экономия продукта. Мне нравится, что никто в лету не чихает, не бьется. Если всегда, то голова хорошо. Обгорожено все очень. Можно, конечно, чтобы не можешь контролировать. Раньше себе хочу этого такого, выбрал себе какой-то нравится. Фрукт сам. Ты тоже что положишь, но можешь есть. Взял на дегустацию вино, типа белое, и пиво. Но запах у пива вроде как нормальный. Пить, в принципе, можно, но мы и увлекаться не будем. Что касается вина. Знаете, тоже нормально. Лененькое такое пиво. Я такое буду пить, оно как классное. И вино, ну, такое. Как для бесплатного элемента, что-то под ужин, может быть. Пиво реально такое, как классно. Настюшка, пиво такое нормальное. Кстати, очень мало салфеток. Саша, мне показалось, что это очень вкусно. А почему? Вот есть какие-то. Ну, хоть что-то. Ну, капец. Как это? Ты кушаешь и салфеток? Взял еще баранину попробовать на кости. У меня это специфический запах. Ну, посмотрим. Это финики зеленые. Зеленые, терпкие, твердые. Вообще, я таких когда не ела. Они не спелые. Красивые, но не спелые. Вот что мне не сильно нравится. Вот очень много народу, но такую маленькую площадь. Это как-то... Кошмарные финики. Вкус у винограда, так себе. Зеленая дыня. Надеюсь, яблоко не испортили. А вот яблоки вкусные. Баранина тоже, конечно, жирноватая, но есть можно. Не знаю, в плане еды меня покуда типового эффекта нет. А в Египте был эффект. Это вряд ли очень. Вот такой вот вид открывается у нас с террасы. С ресепшена. Очень даже, по-моему, миленький. Территория большая, ухоженная. Как на фотографиях прям такой зеленый. Да, очень ухоженная, очень хорошо. Ну, маленький. Вся эта территория. А, это и все? Ну, все равно мило. Все равно очень даже мило. Какая ты модная, стильная в очках. Классно. Кукури. Какая девочка моя. Хорошо так сидишь и видишь туда. Можно срезерцать это вечно. Настя сама сдвинула стулья и сидит. Такая модная, да, Настя? Классная ты. Такая в очках. А, Зая, кофе ты мне слабо. Мне уже здесь нравится, что здесь полноценная кофемашина стоит. Не автомат, который подходишь, а сама. Они готовят, ну, вот как в кофейне. Прикольно. И еще плюс, ну, не знаю, в Меркьюри был очень вкусный кофе. И говорили, что здесь вкусный кофе. Проверим сейчас. Еда была не такая вкусная. Еще об этом надо сказать. Свою классическую фотку. Что-то в этом есть. Ярко не покупаю. В общем, очень крепкий. И вид. Ну да. Надо больше молока. Классно, когда можно просеять. Ленточки эти меня просто бесят. Смотрите. Они уже отстегиваются. О, смотрите. Листенькие. Угу. Будешь терять это. Да, они слабенькие. У те, которые пластмассовые, не надо. Ну, просить новые. Мы попробовали кофе. Он крепкий. Ну, это просто обычный, наверное, кофе с молоком. Эспрессо, наверное. И пришли к выводу, что лучше еще добавить молока. Олечка сходила, ей дали молоко и печеньки еще дали. Ой. Ой. Что-то будет этот свинство с первых дней разложить. Типа будет латте. Потому что он реально был крепкий. Ой. Как ты любишь. Ой, вкусно. Хорошо. Настя сказала, что ей тут нравится. Я только хотела спросить. Мамичка. Но сам предвкус кофе я чувствую, что он нормальный. Реально с молоком. Да, кофе хороший. Реально с молоком стало лучше. Ну, я знаю, что наливает. Ну, все, кофеманы. Держитесь. Класс. Мне нравится, что тут спокойно и тихо. Да, территория маленькая, может быть. Но особо не убежу, что там. Фух, не хочется отсюда уходить. Но надо. Идем. Может, наш... Да. Идем. Посмотрим. Наш номер должен быть уже готов. Красиво здесь. Так, посидеть. Как-то мечтать. Такое. Идемте. Мы указали, какой наш багаж. В нем записали номер и принесут нам его в комнату. Попозже. А сейчас мы направляемся смотреть наш номер. Ну, он уже 42,7 нам попался. ВПРДДИСМЕНТЫ ВПРДДСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин